Дорогие друзья, ну наконец-то после такой подготовки, артподготовки, которая была первую половину дня, мы все-таки собрали за столом именно представителей контактной коррекции Гульнара Андреенко, хирург к нам сейчас подойдет, наш технический специалист, продакт-специалист, который знает все об этом модуле диагностики миопии, и наши пациенты. Вот сейчас в таком составе мы попробуем в течение часа, 10 минут с вами пообщаться на тему пандемии миопии и оптической биометрии, для чего нужен паспорт миопа. Итак, я хочу с удовольствием предоставить слово Гульнаре Андреенко, ну и сразу скажу, что это первый человек, который именно из контактной коррекции сказал, я хочу оптический биометр, он дорогой, но я его хочу и без него работать не могу. Спасибо большое. Я только хочу напомнить, что обязательно все материалы конференции будут доступны в записи на сайте Академии медицинской оптики оптометрии romo.ru, поэтому не переживайте, если вы не все можете посмотреть, не все можете послушать, вы можете потом это все увидеть в записи. Я хочу поблагодарить за приглашение на этот круглый стол, который будет посвящен оптической биометрии, и конкретно прибору, который помог нам внедрить оптическую биометрию в нашу практику, практику оптометрии и коррекции зрения и контроля миопии. Действительно, в 2013 году, когда я решила сдать экзамен на звание эксперта в области ортокератологии, я перелопатила очень много информации о том, как работают ортогензы, какой они дают эффект, и обратила внимание, что действительно оптической биометрии в клинических исследованиях уделялось огромное внимание. Буквально в двух словах. Из 13 исследований, опубликованных по контролю миопии, в 10 исследованиях использовалась именно оптическая биометрия для того, чтобы оценить эффект контроля миопии ортокератологических линз на течение близорукости. Поэтому к 2013 году и к 2014 году окончательно я поняла, что без оптического биометра я не могу работать, не могу оценивать результат моих назначений, не могу объяснять родителям, как работают линзы, какой эффект они дают. И сейчас просто хотела бы рассказать об этом опыте, как мы работали с оптическим биометром все эти 6 лет. 2014 года это даже как бы уже больше, да, получается? Да, 7. Слушайте, время как быстро бежит. Итак, маленький пример. На приеме девочка Катя, девочке Кате 7 лет, у нее обнаружена близорукость минус полторы диоптрии, ей были выписаны очки, и буквально уже через 4 месяца зрение Кати ухудшилось, а близорукость увеличилась на одну диоптрию. Возможно, у вас появятся вопросы, с чем связано такое ухудшение. Может быть, это какие-то функциональные нарушения, тот самый спазм аккумуляционных мышц и так далее. Но оптическая биометрия дает вам... Сейчас я попробую нажать на кликер. Но оптическая биометрия дает вам точное понимание, что произошло за эти 4 месяца. Аксиальная длина увеличилась каждого глаза на 0,3 мм, что, в принципе, и соответствует одной диоптре прогрессирования. То есть, в общем-то, без всяких фантазий и додумываний, что произошло, вы увидите, что действительно глаз за эти 4 месяца очень быстро вырос. Катя носила очки, но уже через 4 месяца потребовалось изменение рецепта, чтобы скорректировать это прогрессирование. И мама приняла решение попробовать ночные линзы, потому что прогрессия была действительно очень быстрой. Учитывая высокий риск прогрессирования, маленький возраст ребенка, у мамы близорукость высокой степени, у папы слабой степени, близорукость у ребенка на тот момент была меньше 4 диоптрий, мы подобрали ребенку линзы с измененной оптической зоной, со сферической для более эффективного контроля миопии. Линзы были подобраны. И самое интересное, что мы смогли наблюдать за тем, как изменялась аксиальная длина у ребенка в течение последующих лет. Вот у нас с 2017 года по 2019 год первые 2 измерения, красная зона, это то, что мы видели за первые 4 месяца с ребенком, что происходило. Вот у нас прирост аксиальной длины. А далее данные о той же оптической биометрии, которую мы делали на регулярных осмотрах. Наши пациенты регулярно посещают ортокератолога, для того, чтобы оценить те изменения, которые произошли. И заодно мы делали каждые 3 месяца измерение аксиальной длины. И вот здесь на графике вы видите, как меняется аксиальная длина у ребенка на протяжении нескольких лет. При этом есть еще 2 линии, которые показывают, как могли бы развиваться события, если бы Катя была эмметропом, и как они могли бы развиваться, если бы Катя не использовала ночные линзы, была миопом, она им остается, но использовала обычную коррекцию. Конечно же, эти цифры мы взяли из исследований, и, конечно же, это условные цифры, на которые мы только можем ориентироваться. Они не являются для нас облигатными и совершенно точными применительно к этому ребенку. Но если говорить применительно об этом ребенке, то мы видим, что реально рост глазного яблока у ребенка замедлился, и мы это можем показать не только сами оценить, но и показать это родителям. На протяжении всего этого времени у ребенка была высокая острота зрения, и вот видите, здесь градиент прогрессии мы уже указываем не в диоптриях, а указываем в миллиметрах роста аксиальной длины. Если за первый период мы видели годичный градиент составил 0,6-0,64, то в дальнейшем 0,7-0,11, 0,23-0,22, 0,13-0,13. То есть ребенок продолжает носить ортолинзы, и мы видим, что конкретно для этого ребенка эти ортолинзы работают. На сегодняшний день, вы видите, какая у нас была жаркая дискуссия на предыдущей лекции, у нас появилось много новых продуктов для контроля миопии, и это очень здорово, но самое главное, назначая эти разные продукты, мы должны понимать, как оценивать тот результат, который мы получим. И если у нас есть возможность сделать оптическую биометрию, мы можем понять, вот конкретно для этого ребенка ближайшие 3-6 месяцев этот метод работает или не работает, и принять решение, остаемся мы дальше с этим методом или выбираем какой-то другой, который может оказаться более эффективным в нашей иерархии. Сегодня на основании большой базы исследований, опубликованной, мы имеем возрастные нормы изменения аксиальной длины у детей, которые являются эмитропами, гиперметропы, которые станут эмитропами, стойкие гиперметропы, и вот вы видите миопы. Именно в группе миопии прирост аксиальной длины максимально отличается от трех других групп. Поэтому у нас есть примерное понимание, в каком возрасте, насколько может вырасти глаз в норме. И если мы можем измерить у данного конкретного ребенка, как изменяется его аксиальная длина, сравнить ее с нормой, мы сейчас говорим, вот в предыдущей, опять же, дискуссии, у ребенка короткий глаз, у ребенка длинный глаз, что делать, есть ли миопия, надо ли контролировать. Здесь для вас не важно, с какой длиной глаза к вам пришел ребенок, для вас важно, как она изменилась за этот год, какой был прирост аксиальной длины. И если он значительно отличается от нормы, у вас есть все основания для того, чтобы выбрать какой-то конкретный метод для контроля миопии. Когда я начинала работать, у нас не было никаких специальных возможностей, чтобы оценивать эти результаты, поэтому мы просто брали гугл-таблицы, вносили каждое измерение, получали вот такой график, и понимали, близорукость растет, если растет с какой скоростью. Мы использовали нормальные величины, которые были опубликованы в предыдущем исследовании, и сравнили, как отличается скорость роста, годовой градиент прогрессии каждого глаза от нормы. Гульнар Владимирович, я правильно понимаю, что вы это все делали вручную? Мы это делаем с помощью гугл-таблиц или эксель. В экселе. И электронная таблица все это посчитает. Но, безусловно, конечно, могут быть какие-то ошибки, погрешности, что-то доктор ошибся, не так внес, или же где-то потеряли эти данные. Конечно же, тем не менее, 6 лет мы с этим справлялись, но на каждой конференции к производителям оптических биометров я подходила и говорила, что нам нужен биометр для нас. Для нас, для оптометристов. Потому что мы должны видеть результат. Мы используем этот прибор. Он слишком дорогой для нас, но он нам очень-очень нужен. Каждый наш ребенок, который приходит к нам на прием, обязательно должен проходить процедуру измерения длины глаза. Неважно, является ли он миопом, будет ли он миопом. В нашем кабинете так заведено. Пациент приходит, и медсестра делает автоматически авторефрактометрию, тонометрию, оптическую биометрию. Это обязательно делается, независимо от того, с какой рефракцией к нам приходит пациент. К нам сегодня пришла девочка Лиза со своей мамой Вероникой. Пока вы поговорите с ними, соберете тот анамнез, который вы обычно собираете, а мы попробуем подключить биометр, данные перекинуть на экран, чтобы потом Николай показал, как все это происходит. Отлично. Действительно, у нас сегодня в гостях Лиза. Лиза, привет. Здравствуйте. Лиза с мамой. У Лизы мы видим очки, мы пришли на прием в очках. То есть у нас есть какое-то нарушение зрения. Как давно вы пользуетесь очками? С 3,5 лет. С 3,5 лет. То есть уже в 3,5 года доктор обнаружил какое-то нарушение рефракции и выписал вам коррекцию. В 3 года. В 3 года. Мы увидели нарушение, в 3,5 мы одели очки. Хорошо. Скажите, пожалуйста, у папы, у мамы есть ли близорукость? Есть. А какой степени и у кого? Слабой степени. У обоих родителей? У обоих родителей. У обоих родителей миопия слабой степени. Есть какое-то нарушение рефракции, которое выявлено еще в 3 года. Мы пользуемся очками. Лиза, чем ты увлекаешься? Ты в школу уходишь? Да. Отлично. Чем ты увлекаешься помимо школы? Большим теннисом. Вау, отлично. Фортепиано. Чудесно. И английский. Английский. То есть полный набор. И работа вблизи, и работа вдали, и работа с мелкой моторикой. Прекрасно. Ты все делаешь в очках? Да. Умница, молодец. Скажите, пожалуйста, все-таки какое зрение у ребенка? То есть какие очки вы используете? Мы используем очки со стигматизмом. То есть у Лизы обнаружен стигматизм, и по этому поводу были выписаны очки? Да. Отлично. Смотрите, мы пока еще не знаем, мы знаем, что есть только стигматизм, мы еще не знаем, какая у нас рефракция клиническая, есть ли у нас дальнозоркость, есть ли у нас близорукость, но на самом деле это не важно. Для нас важно, какая длина глаза у ребенка конкретно сейчас в данный момент, и как она будет меняться в течение времени. Когда у нас будет следующий контрольный осмотр, мы еще раз проведем оптическую биометрию и сравним с возрастными нормами изменения аксиальной длины. Если они будут выше среднего градиента, который положен эмитропом или гиперметропом, то мы будем понимать, что наш ребенок движется в сторону близорукости быстрее, чем это должно быть. В этом случае мы можем рекомендовать родителям как минимум увеличить время, которое ребенок будет проводить на улице, уменьшить время, которое ребенок будет проводить за зрительной нагрузкой вблизи и поймать тот момент, когда ребенку уже потребуется оптическая коррекция для контроля миопии. Основная проблема, допустим, для нас, как для ортокератологов, когда к нам направляют пациентов уже с близорукостью высокой, 5 диоптрий, 6 диоптрий, когда перепробовали все консервативные, так скажем, неинвазивные методики, сказали, что ничего не помогает, идите в ортокератологию. Но, к сожалению, для нас это не самые комфортные пациенты, потому что воздействие на роговицу у таких пациентов будет более интенсивным. Конечно, наибольшую пользу ребенок от контроля миопии получит в том случае, если она будет начата как можно раньше. Мы готовы? Да. Лиза, у нас есть классный прибор. Давай посмотрим, как он работает. Ты не против? Вперед. У нас, к сожалению, не подъемный стол, но у нас подъемный стол. Да. Присаживайся, Лиза. Я надеюсь, тебе будет удобно. Давай чуть-чуть поближе. Еще подвинемся. Ближе, 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 ближе. Лиза, еще чуть-чуть привстань, пожалуйста. Я чуть-чуть… Я вот прям вот так вот сделаю. Заберешься? Можно очки положить на стол рядышком. Отлично. Ну, мы сейчас тогда на большой стол положим. Присаживайся поудобнее. Скажи, пожалуйста… Ты когда-нибудь такой прибор раньше видела? Нет? Ну, здорово. Тогда я тебе объясню. Значит, нужно будет… Что нам сделать? Нам нужно будет поставить вот сюда подбородочек. Мы дотянемся? Албом мы дотянемся. А стол еще ниже опускается? Или это минимум? Окей, это минимум. Хорошо. Лиза, там будет такой красный огонечек, на который я попрошу тебя смотреть. И мы тебя предупредим, в какой-то момент нужно будет не моргать. Сейчас, пока Николай производит исследование, я хочу сказать, что мы, конечно, когда озадачились измерением аксиальной длины, мы в первую очередь попробовали ультразвуковой биометр. И поняли, что с детьми практически невозможно получать точные повторяемые данные. Невозможно маленькому ребенку контактно измерить длину и быть уверены, что мы попали туда, куда нужно. Поэтому практически через месяц после апробации на ультразвуковом приборе мы выбрали именно оптический биометр, взяли его на апробацию, получили прекрасные результаты. Я хочу подчеркнуть, что чувствительность прибора составляет 0,02 мм. Это соответствует примерно 0,06 диоптрии. Мы не можем определять изменение рефракции с такой невероятной точности. У нас нет такой возможности. А оптический биометр нам такую возможность предоставляет. Поэтому мы можем увидеть изменение аксиальной длины гораздо с меньшим шагом. Итак, мы измерили длину глаза. Давайте посмотрим. А вы пробовали измерять иммерсионного способа детям или это невозможно? Я думаю, что это не самое удобное. Это неудобно априори, но мы говорим о точности. Каждые три месяца делать это мы точно не сможем. Нам нужен был метод, который бы точно был приемлем в обычной рутинной практике кабинета контактной коррекции. Неинвазивный, бесконтактный, простой для исполнения ребенка, начиная с пяти лет. А есть ли какие-то биометры? Просто функционал оптического биометра явно выше, чем необходим оптометристу. Поэтому это определяет его стоимость высокую. Есть ли какие-то оптические биометры, которые имеют усеченную версию, необходимую только по… Их не было. Их не было. Я так понимаю, что производители начинают работать над этим вопросом, потому что действительно запрос есть, но 6-7 лет назад не было в принципе. Поэтому мы собрали все, как говорится, после секунды на скребли и купили все-таки биометр. И ни на секунду об этом не пожалели. А сейчас что мы видим? Нам требуется для полноты картины ввести рефракцию пациента. Закрой, да? Гулинар Владимировна, измеряли рефракцию? У нас есть измерение рефракции. Я еще не видела. Для меня это будет сюрпризом. Итак, у нас действительно астигматизм. Объективная и субъективная? Это авторефрактометрия. Мы сейчас сделаем небольшую скидку. У нас есть данные авторефрактометрии. Сфера плюс 2, цилиндр минус 2,75. То есть у нас смешанный астигматизм правого глаза. И левый глаз. Сфера плюс 2, цилиндр минус 1,5. Гиперметропический астигматизм левого глаза. То есть на самом деле наш ребенок пока должен находиться в гиперметропической рефракции. Это прекрасно. У него есть астигматизм и двое родителей миопов. Поэтому для этого ребенка пока мы все-таки оценим не очень высокий риск. У нас гиперметропия. Мы сейчас посмотрим, какая у нас длина глаза. 22,4. Здесь у вас минус 2,75 написано. На самом деле там плюс. Ну, неважно. 22,4. А, это цилиндр. Все, пардон, я не туда посмотрела. Извините. 22,4. 22,4. А что у нас с возрастной нормой? Можете ли вы нам сравнить с возрастной нормой? Сравнение с возрастной нормой здесь пока что нет. Пока нет. Окей. Но у нас есть график, как может расти глаз у данного ребенка. С учетом рефракции. Да. Это нормативная кривая, которая собрана на основе популяционных данных. При наличии более двух исследований с разницей во времени свыше трех месяцев между первым и последним, эта кривая будет масштабирована под конкретного пациента, и мы будем иметь конкретный индивидуальный прогноз развития длины глаза в течение многих лет. Ну, по сути, сам прибор сделал за нас всю работу. Да? Почти. Да. Также, естественно, так как есть множество внешних факторов, которые влияют на развитие, на ускорение или торможение роста длины глаза, мы их можем здесь полностью запрограммировать и далее выводить в отчете. То есть, допустим, мел по высокой степени, да, к примеру, один из родителей был в анализе, да, гаджеты, то есть электронные устройства, где мы моргаем реже и работаем на малой дистанции, соответственно, или количество часов активной жизнедеятельности, спорта, может быть, тенниса, прогулки. Соответственно, мы их можем внести. И таким образом мы будем иметь график динамики по визитам нашего пациента, не только его параметров медицинских, но и также активности. То есть мы сможем помочь родителям немножечко оптимизировать график ребенка. А вот эта шкала, она показывает, в какой зоне риска находится наш ребенок? Это будет динамик. А это как раз аксиальная длина? Нет, 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 это просто цветовая маркировка на данный маркировка чего? У нас каждый параметр будет определен своим цветом, вот как справа у нас подписаны. А динамика их будет, соответственно, выделяться с помощью… Ну, ухудшение будет более красным, а улучшение будет… Отлично. То есть мы видим здесь данные кератометрии, мы видим данные рефракции, которые мы ввели сами, мы видим… Стекловидное тело отдельно для… Да, стекловидное тело. Это чтобы вы могли использовать ультразвуковые данные, если вы их набрали до покупки биометра, так как апланации есть или апланации нет, стекловидное тело никак не аффектируется. Лиза, большое спасибо. Скажи, пожалуйста, тебе было неудобно, когда делали измерения? Всё получилось? По-моему, у нас получилось всё прекрасно. Я жму твою руку за сотрудничество и рекомендую вам измерить аксиальную длину, так как вы всё-таки пока ещё гиперметропы, в ближайшее время где-то через полгода. И повторить это измерение. И в зависимости от того, какие данные мы получим, мы с вами решим, когда мы встретимся в следующий раз. Именно это вы напишите в начале отчёта, который будет распечатан и выдан, соответственно, лизинам родителям. Отчёт содержит данные текущего измерения прогресса. Класс. По аксиальной длине. Это очень похоже на те графики, которые я только что показывала. Да, они просто немножечко изменили их вид. Они просто их сделали. В случае, если назначено какое-то лечение, вы также его здесь указываете, и внизу распечатывается памятка для родителей, что именно назначено. Риски миопии. Риски, какие факторы влияют, соответственно, какие важны. Я надеюсь, вы переведёте это на русский язык. Да, я думаю, что в ближайшие несколько лет. Мы пользуемся, на самом деле, этими текстами. Они были подготовлены, по-моему, при участии Кейт Гифорд из белых бумаг по миопии. Они очень удобные. Если вы их переведёте на русский язык, я думаю, огромное количество офтальмологов и оптометристов будут очень вам признательны. Лиза? Гулинар Владимировна, у меня, да, Лизочка, огромное спасибо. Спасибо большое. Ты можешь маме. Будешь теперь нашим... Да, мы тебя ждём через полгода. Через полгода и через год будешь у нас на Дне зрения любимым гостем. У меня такой вопрос теперь. Всё-таки вот посмотрите. Давайте перекинем этот мостик от врача-контактолога. Можно я буквально 2-3 слайда как раз, чтобы перекинуть мостик? А можно вернуть мою презентацию? Если получится. Как раз о мостике, для чего мы вообще всё это делаем. Мы же не только хотим понять эффективность нашей методики, мы ещё хотим понять, когда уже пора заканчивать с нашими лечебными процедурами и оставить уже детей и их родителей в покое. Мы должны понять, как будет прогрессировать близорукость в дальнейшем и когда уже вот эта кривая у нас устаканится. Вот смотрите, какая интересная картинка. Ребёнку 7 лет, 24. Дальше к 9 годам уже 25 с половиной. И вот мы начинаем носить ортолинзы, к нам обратились. Просто были предыдущие данные, мы их внесли в нашу таблицу сами. Можно, кстати, к вам внести предыдущие данные? Да. Отлично. И мы видим, что действительно произошло замедление. Мы практически не добрались до цифры 26. Мы большие молодцы. На том этапе, на котором мы смогли подключиться. И ребёнок вышел уже на стабильный рост глазного яблока в соответствии с возрастной нормой. То есть видите, как бы с ортолинзами у нас возрастная норма. Для чего это всё нужно? Для того, чтобы в будущем нам понять, когда мы можем закончить. То есть первое, мы используем биометрию для того, чтобы обосновать для себя и для пациента назначение терапии. Дальше контролировать эффективность, понимать, что мы находимся в пределах 26 миллиметров. То есть если пациент уже получает, мы видим, как это работает. Работает это примерно вот так. Вот вы видите до, на фоне. То есть помимо желания ребёнка, допустим, пользоваться линзами, видеть хорошо без очков, мы ещё объясняем родителям, что они абсолютно правильно выбрали метод коррекции, контроля миопии, что всё у них хорошо. И далее, когда мы уже видим практически плана, и возраст наш уже позволяет расслабиться, мы можем объяснить, что у вас, в принципе, дорогие родители, всё спокойно, и вы можете, если хотите, выбрать другие альтернативные методы коррекции. А если вы достигли 18 лет, то мы можем вообще перестать носить специальные методы коррекции для контроля миопии, понаблюдать за вами ещё год и передать вас с наименьшей близорукостью, с гораздо меньшей чем-то. То есть вы великодушно отдаёте в руки хирургу. Не то чтобы великодушно, мы говорим о том, что, дорогие хирурги, вы видите, мы к вам передаём пациентов не с экстремальной близорукостью, а мы для вас всё-таки близорукость сделали поменьше, чтобы вы могли чувствовать себя намного комфортнее тогда, когда вы будете выбирать метод коррекции. Вы понимаете этих пациентов, и что? Поэтому оптическая биометрия всё-таки должна быть включена по возможности в протокол введения пациентов с прогрессирующей близорукостью, для того чтобы мы могли понимать, добились ли мы результата. Можно вопрос задам? Если точность оптической биометрии составляет 2, ну, допустим, 4 сотых миллиметра, а скорость роста глаза, которую вы показывали, наиболее, видимо, активные периоды составляет в районе 6 десятых миллиметров в год, то из-за чего вы рекомендуете пациентам смотреться столь редко? Раз в 3-6 месяцев. Возможно, стоит чаще. Значит, смотрите, наши пациенты приходят нам раз в 3 месяца. Если у них высокий риск прогрессирования миопии, если мы видим, что ещё не возникла миопия, но риск высокий, они к нам придут раз в 3 месяца, мы увидим динамику через 3 месяца. Конкретно у этого ребёнка на самом деле большой гиперметропический запас для её возраста, и у неё риск не очень высокий. Но всё же, возможно, лучше будет, если мы увидим динамику непосредственно раз в месяц. Если мы увидим ребёнка в первый раз, возможно, будет лучшим вариантом посмотреть его через 3 месяца и дальше уже определиться. Чтобы более выраженный был рост, и мы были более уверены. Не забывайте, что родители тоже, в общем, люди. И сегодня прозвучало, им некогда, у них мало времени. Если вы просто так будете, без оснований гонять родителей каждые 3 месяца, никто вам спасибо не скажет. То есть дальше вы хотели бы биометр, которым можно пользоваться самостоятельно дома? Нет. Пациентам выдавать? Нет. А, ну нет, в принципе, на самом деле отличная идея. На самом деле отличная идея. Так же, как измерение внутриглазного давления, контроль его очень важен для лечения глаукомы. Вы оцениваете эффективность лечения в том числе и по внутриглазному давлению, так и здесь? Вот, кстати, вы первое об этом сказали. Вот такой момент. Все глаукоматологи говорят, что если бы они знали, какое давление у пациента было в 20-40 лет, то в 60, когда он пришел, им бы не надо было биться над вопросом давления цели и так далее. Прекрасно. Поэтому вот в связи с этим момент какой? Паспорт миопа, биометрический паспорт. Если хирург будет знать, как это все росло и развивалось, поможет ли ему это в дальнейшем? При расчете ИОЛ, может быть… Я постараюсь ответить на этот вопрос в рамках своей презентации. Спасибо, спасибо. Можно мою презентацию запустить. Коллеги, добрый день. Я рад всех видеть живьем в этот раз, не через экран смартфона или своего планшета. И выступить здесь перед вами. Я продолжу тему рефракционного статуса пациента и рефракционного паспорта пациента и расскажу свое видение важности этого процесса как хирурга со стороны хирургии. И мое сообщение называется «Рефракционный паспорт пациента от ОК-Линз к хирургии хрусталика». Через все пройдем рефракционные возможности наши хирургические. Но перед этим в журнале «Ланцет» в 2021 году была опубликована большая статья, посвященная глобальному исследованию влияния различных процессов, различных заболеваний на слабовидение, на слепоту. И ведущей причиной слабовидения является отсутствие коррекции рефракционных нарушений. И поэтому этому моменту уделяется огромное внимание. По данным института Брайан Холдена к 2050 году, больше половины населения мира будет иметь близорукость. Поэтому среди рефракционных нарушений, наверное, близорукость является наиболее важным процессом. Что вижу я в своей клинике, в своей практике? Что дети, которые получают коррекцию зрения адекватную, они развиваются активнее, они больше интересуются жизнью, они преуспевают как в спорте, в обучении, в общем, в социализации с разных сторон. И, конечно, если предлагаете ребенку, хотите вы пользоваться, уважаемая Лиза, вот сегодня у нас была, хотите вы пользоваться очками, или если есть возможность не пользоваться каким-то специальным способом коррекции, например, только одевать линзы на ночь, выглядит и звучит это круто, удобно, и детям это нравится, и родителям это нравится. Тем более, что это дает большую независимость в нашей повседневной активности, в активности ребенка, нет ограничений занятий спортом любым. Звучит, опять же, все очень здорово, красиво, и, в принципе, оно близко к этому. Но что немаловажно, дети, которым нормализуют оптическую свою коррекцию, которые нормализуют рефракционные нарушения, они начинают лучше учиться, у них повышается успеваемость в школе, и, что немаловажно для подросткового возраста, снимается ряд комплексов, которые, к сожалению, все равно присутствуют детям, и эти комплексы отчасти являются преградой в нормализации их рефракционных нарушений, использовании оптической коррекции. Но рано или поздно дети, которые пользовались оптической коррекцией, например, ортокертологическими линзами, вырастают, и, естественно, они желают расстаться с ней и переходят к нам за рефракционной хирургией. И для нас пациент после ортокертологической линзы, в принципе, это пациент, с одной стороны, близок к идеальному. Почему? Потому что мы про него знаем очень много. Он приходил… Сколько раз в год приходит? Три-четыре? Раз в три месяца. Раз в три месяца. Он приходил на протяжении многих лет к офтальмологу, и у него собран огромный архив данных. И мы можем точно сказать, что у пациента, например, стабильная близорукость. Если к нам приходит молодой человек в 18 лет, то первое, что мы у него спрашиваем, насколько вы уверены в вашей стабильности. Он говорит, естественно, что он уверен, потому что он хочет прооперироваться уже сегодня. А мы-то не уверены, поэтому мы делаем биометрию, мы откладываем на определенное количество времени операцию с тем, чтобы убедиться в стабилизации близорукости. Если это пациент после окиринз, то мы уже с большей вероятностью можем сказать, что да, по крайней мере, этот процесс закрыт. Мы здесь решили этот вопрос близорукость стабильно. Мы знаем информацию про его рефракционный статус, как у него развивалась динамика. Очень много топографий, и такое количество топографий иногда даже вводят на заблуждение, потому что какие-то топограммы не очень удачные в ходе подбора и изменения дизайна линз, и нам нужно отсортировать их. И, естественно, биометрия биометрия тоже есть. И для нас важно первое и самое главное — определить оптимальные сроки операции. Но не с точки зрения стабильной близорукости, а с точки зрения стабильной роговицы. Потому что и принцип ортокератологических линз основан на том, что на изменении поверхности роговицы. И мы должны дождаться момента после отмены линз, когда роговица придет в форму. Но на какие критерии, на какие факторы нужно смотреть, сложно сказать, по крайней мере, в моих руках, у меня пока маленький опыт, небольшой, это скорее единичный случай операции после ортокератологических линз. Но логика подсказывает, что мы не должны... Естественно, когда мы отменяем контактные линзы ортокератологические, рефракция восстанавливается достаточно быстро. Уже через несколько недель все, пациент видит так же плохо, как он видел раньше. И это нас искушает. И она вроде как стабильна, это рефракционное нарушение. Это нас искушает сделать операцию как можно раньше. Но с моей точки зрения, чем дольше мы ждем, тем лучше. Тем лучше, тем стабильнее. Мы хотим дождаться не только стабилизации всех индексов, мы хотим дождаться нормализации поверхности клеточной, нормализации эпителиального слоя роговицы, нормализации слезного слоя, потому что нам на нем работать, нам его изменять, мы не хотим получить осложнение. И в этом случае задача какая? Задача сделать несколько топографий в отдаленные сроки, и чтобы между ними не было разницы. Вот и все. То есть мы делаем через месяц, через два, через три, через четыре. Если есть у нас пара топограмм, которые не отличаются между собой, отсутствуют, то мы можем выполнять, естественно, операцию. Но я знаю, что сейчас скажет Галиар Владимирович, что нужно 12 месяцев подождать. Нет, я спросила, а биометрию хотелось бы сказать? Биометрия. Биометрия входит в стандарт наших обследований всегда. Опять же, в динамике. Мы делаем биометрию все равно всем пациентам. Да, да. Таким образом, рефракционный паспорт пациента после ортокерпиологических линз, он нам помогает, но больше помогает биометрический. Топографический – нет, потому что мы хотим создать новый паспорт уже в новых реалиях после отмены контактных ночных линз. Александр Ильич, а можно еще попрошу одно мнение из зала? Человеку, у которого колоссальный опыт именно в этих операциях. После ортокерпиологических линз? Спасибо большое. Действительно, к нам достаточно много пациентов приходят после отмены уртокерпиологических линз. Вообще, мы считаем, что 3 месяца – это минимально достаточно срок в большинстве случаев. Но в моей практике были ситуации, когда и до 9 месяцев постепенно происходили топограммы и топографические изменения. Поэтому здесь я, наверное, вас поддержу. Действительно, 2 топограммы с интервалом в месяц, но не ранее, чем через 3 месяца. Потому что, конечно, все же эпителиальные изменения и микроизменения топограммы, и нормализация именно метаболических процессов роговицы должна хотя бы 3 месяца дать глазкам отдохнуть. Но иногда приходится и дольше. Ольга Игоревна. Спасибо огромное. Я только дополню буквально два слова. Конечно, изменения топографические очень важны для того, чтобы правильно сделать расчет рефракционных изменений. Но все-таки не нужно забывать о том, что пока пациент носил ортолинзу, у него близоркость не прогрессировала. Возможно, она не прогрессировала, потому что он носил ортолинзу. Теперь, когда мы снимаем ортолинзу, и у него, допустим, монофокальная коррекция, нам обязательно нужно убедиться, что нет прогрессирования. Поэтому минимум 3 месяца. В идеале полгода. А еще лучше действительно год. И тогда и топограммы точно восстановятся. Уважаемые коллеги, я позволю себе прокомментировать. Просто поделиться своим опытом. Я 15 лет занимаюсь ортокератологией, и 10 лет я занималась уже нетоксимерлазерной коррекцией. И, конечно, все мои пациенты, которые хотели делать лазерную коррекцию, после того, как достигли возраста старше 20 лет, мы им это делали. Комментарии такие. Конечно, мы ждем стабилизации поверхности однозначно, но есть пациенты, у которых так и не возвращаются к изначальным топограммам. И это не только мы видим. Я думаю, что кто этим занимается, присутствующий в зале, могут меня поддержать. Это также видят наши коллеги и за рубежом. И мы видим, что есть процент, процентов 5-10, у которых эти изменения на топограмме остаются достаточно долго. И год отмены, и полтора года отмены. Я думаю, что это связано с изменением боминовой мембраны. И вот буквально у меня полчаса назад тоже состоялся разговор с эксимерлайзерным хирургом, который задавал тот же вопрос. Пациент был прооперирован даже при остаточных изменениях на корню отопограммы. Ну вот пока наблюдение полгода, все стабильно. Поэтому все не так однозначно в эксимерлайзерной коррекции. И, конечно, рекомендации снимать линзы на месяц мало. Конечно. Три. Это не по поводу вашего доклада. Просто есть хирурги, которые отменяют на месяц. Три минимум. Потому что мы еще помним об изменениях в эпителиальном слое волокон нервных, субэпителиальном нервном слое. Помним об отложении гемосидерина и железного кольца. И, конечно, когда мы видим усиление еще нервного рисунка и железное кольцо, нам сложно выбрать, что это будут какие-то трансэпителиальные моменты или ФРК-подобные, или выбрать ласик или фемта. Поэтому тут момент не только в возврате формы, но и состояние роговицы в исходное положение. Безусловно. Я прокомментирую. Есть четкие постулаты, которые из одних источников литературы в другие перетекают. Мягкие контактные линзы за неделю-две, жесткие контактные линзы за 4 недели. И вот, условно говоря, ортокертологические линзы и относят многие к жестким контактным линзам, поэтому и считают отмену на 4 недели достаточно. Безусловно, это не так. Естественно, важно понимать нам всем, что наша задача ни во что бы то ни стала прооперировать пациента после ортокертологических линз. Это надо принципиально понимать. Мы должны сделать просто для пациента лучше и безопасно. Если пациент не готов к операции сегодня, ждем, когда он будет готов. Если пациент не восстановился полностью, значит, мы откладываем этот вопрос, придумываем что-то другое. Если нам не подходит одна технология операции, давайте предложим ему другую. Поэтому, естественно, все оценивается в комплексе. Но во главу угла ставится задача не прооперировать, а задача сделать максимально безопасно и эффективно. Микрофон. Учитывая, что отменяя линзы и изменяется эпителиальный слой эпителия, как пациента ввести? Максимально назначать эпителирующее лечение? Мази, капли? Сейчас очень большой выбор. Или на чем-то одном остановиться? Нет, зачем замазывать ребенка и закапывать? Надо что-то максимально нейтральное назначать и просто отслеживать. У нас есть куча диагностических возможностей делать ему у сети и смотреть, как выглядят его поверхности эпители. Насколько она однородная, насколько она толстая и как она меняется в динамике. Нам важно отсутствие динамики. Вот что нам важно. Спасибо. Пациент, который разок столкнулся с современными возможностями коррекции амитропии и получил хороший эффект, он желает ими пользоваться и дальше. Поэтому пациент попользовался ортокертологическими линзами, пациенты выполнили лазерную коррекцию зрения на протяжении всей своей жизни, несмотря на свое рефракционное нарушение. Пациент видел хорошо, не использовал коррекцию. Но тут приходит пресбиопия, приходит начальное изменение в хрусталиках, и пациент начинает волноваться, переживать, что ему придется одеть очки, и он приходит снова к нам и спрашивает, а что можно сделать еще. И, к сожалению, сегодня мы часто видим молодых пациентов вот с такими хрусталиками. Мы любим оперировать такую катаракту, потому что она сильно снижает зрение, но ее легко прооперировать, и эффект колоссальный. Но, естественно, когда мы видим молодого пациента с такой катарактой, то о чем мы думаем? Прежде всего, давайте мы поставим какую-нибудь премиум линзу, откорректируем пресбиопию, скорректируем все рефракционные остальные нарушения. Такие катаракты очень часто сопровождаются или какими-то веальными процессами, или системными заболеваниями. Но сегодня, опять же, при сборе анамнеза я обращаю внимание, что очень много назначается глюкортикостероидов по разным причинам, и это провоцирует развитие вот такого типа катаракта. Сегодня, естественно, золотым стандартом в расчете хрусталиков является оптическая биометрия. Я не буду перечислять все преимущества, они понятны, очевидны, но такая оптическая биометрия, она беспомощна в отношении вот таких катаракт, как ни странно, потому что ей нужна прозрачность оптических рядов, оптической биометрии. Если прозрачности нет в виде вот такого помутнения выраженного, то и мы не получаем данных. Ведь направленный световой поток лазерный должен пройти до пигментовой петели сетчатки не широким пучком, как ультразвук, а направленным тонким. И вот такую картину мы получаем фактически. То есть направленный пучок не пробивает из-за центрального, локального помутнения сетчатки. Расширение зрачка, какие-то еще вот эти танцы с бубном, назовем, они не помогают в этих случаях. И, к сожалению, нам приходится переходить каким-то альтернативным способом, например, к ультразвуковой биометрии. И мы волнуемся немножко, потому что мы знаем, что это разная степень точности. Если отклонение в изменении длины глаза 2 сотых, 4 сотых, допустим, миллиметра при изменении оптической биометрии, то ультразвуковая в опытных руках — это 0,2-0,3 миллиметра в опытных руках. А это, как говорится, уже две большие разницы. И в плане расчета оптической силы и ОЛА это принципиальное значение имеет. Не все выполняют иммерсионную биометрию, потому что она отчасти снимает эти проблемы. Но тем не менее. Что нам может помочь в этом случае? В этом случае нам может помочь, например, ОКТ-биометрия. И несмотря на то, что мы не пробиваем через вот это помутнение в хрусталике, несмотря на то, что мы по-прежнему не видим фабиолярную зону, мы видим пигментные петели сетчатки. Переведя курсор на пигментные петели сетчатки, мы как бы экстраполируем вот эту линию и, собственно говоря, выставляем нужное нам значение и получаем значение длины глаза. Потом вот эти данные мы просто переносим в ручную биометрию, они вполне релевантны. Их можно там использовать. Таким образом встает вопрос, а можем ли мы, например, использовать данные оптической биометрии пациенту, которому только что сняли ортокертологические линзы, выполнили лазерную коррекцию зрения, сохранилась эта оптическая биометрия, и на протяжении 20 лет, например, пациента не мерили. Он пришел к нам вот с такой катарактой, которую я показывал. Можем ли мы использовать вот ту старую оптическую биометрию для расчета интерокулярной линзы? Вопрос очень дискутабельный. Наверное, можем. Может быть, это будет лучше, чем использовать контактное сканирование, но с моей точки зрения, конечно, вопрос сильно-сильно дискутабельный. Это вопрос о том, что надо продолжать делать оптическую биометрию? На протяжении каждые 3 месяца жизни. Не каждые 3 месяца, но хотя бы раз в год, когда пациент приходит на контрольные осмотры? Да, ну, наверное, может быть. Как рекомендовали раньше, измерять внутриглазное давление пациента после 40 лет. Вот, наверное, пациент пришел после 40 лет, измерил внутриглазное давление, и мы на всякий случай оптическую биометрию еще сделали. А все-таки вам при расчете ИОЛ это помогает или нет? Что? Ну, вот данные биометрии и как развивался глаз, как рост глаз, как это менялось, или все-таки вы это... Нет, ну, скажите тогда так. Нет, нам это не помогает. Мы хотим дать информацию сегодняшнюю. Если ее нет? Если ее нет, то информация там его до 30-летней давности, ну, вот я не знаю, насколько она будет релевантной и правильной. Мы все равно можем другими способами получить то, что нас интересует сегодня. Не все упирается в оптическую биометрию. А если у пациента была рефракционная хирургия еще? Ну и что? Нет, если была рефракционная хирургия, мы к этому сейчас придем. Это тема следующих своих слайдов. Это еще одна боль. Наша рефракционная хирургия и замена хрусталика после рефракционных операций. Потому что, прежде всего, нам трудно не прооперировать, нам трудно рассчитать. Мы беспокоимся не за технику выполнения операций, мы беспокоимся за рефракционный результат. Методов очень много, и все они одинаково неточные. Растет число рефракционных нарушений, растет число рефракционных операций, растет количество пациентов с катарактой, растет степень их ожидания. Значит, растет и наш ответственный. Пациенты хотят видеть хорошо и хотят видеть хорошо на всех дистанциях при любых условиях. И для нас что возникает? Возникает проблема в показателях центральных кераметрии, потому что она изменена. Соответственно, кератометрический индекс, который мы привыкли использовать, здесь больше не приемлем. И те формулы расчета стандартные, которые мы пользуемся, они, естественно, тоже здесь применяться не могут. Переоценивание силы роговицы после коррекции миопии ведет к недооценке необходимой силы ИОЛ, а значит, уход в гиперметропию. И наоборот, недооценивание кератометрии после коррекции гиперметропии ведет к переоцениванию необходимой силы ИОЛ и уход в миопию. Соответственно, у нас есть два пути, как мы можем пойти. Мы можем использовать формулы, например, без учета кератометрии, есть и такие. Можем использовать метод двойной кератометрии для расчета LP. Но если посмотреть на большинство, это далеко не все методы, они пополняются каждый год по несколько новых формул, несколько новых расчетов выходят. Но принципиально их можно разделить на две группы. Это методы, которые требуют использования предыдущих данных рефракции, например, исторический метод, и методы, которые не используют исторические данные пациента. Почему формулы традиционные не работают? Потому что все они в своих производных используют кератометрию, а она изменена в ходе рефракционной операции, поэтому мы их не можем использовать. Есть несколько таких суперприкладных способов. Например, Arambore Double K Method. Когда мы смотрим, окей, пациенту была сделана близорукость, мы смотрим, какая ему близорукость была прооперирована, ну, видите, примерно, да, там, 6 диаптрий, и какая у него длина глаза, и вводим коррекцию определенных получаемой силы ИОЛ при расчете по формуле СРКТ. Грубо, но лучше, чем ничего. То же самое для пациента, который был подвергнут лазерной коррекции по поводу гиперметропии. Ну, если мы говорим про данные исторические, если мы возьмем про рефракционный статус пациента, рефракционный паспорт пациента, можем ли мы доверять этим данным? Насколько они достоверны? И где их взять, эти данные? Чаще всего, когда общаешься с пациентом, спрашиваешь, окей, вам была сделана лазерная коррекция зрения, что у вас было раньше? У меня была близорукость, минус 3, и я стигматизм. Там, примерно, минус 3, и я стигматизм. Важны это данные для меня? Только одно, что у него была близорукость. Но это я так знаю. Вот, все остальное, оно, собственно, ни о чем. Поэтому, очень часто пациенты имеют вот такие выписки. Они, к сожалению, тоже малоинформативны для нас. Малоинформативны. Что мы можем из нее понять? Что пациент был прооперирован в этом учреждении, что у него была гиперметропия, ему был сделан ласик, такого-то числа было получено осложнение, видимо, перепутана строка. Вот такая у него была субъективная рефракция. Для меня это не очень важно в плане расчета линзы, по большому счету. Поэтому я призываю всех, кто занимается рефракционной хирургией, писать развернутые выписки. Пожалуйста, указывайте кертометрию до, кертометрию после, прикладывайте данные. Это сильно, наверное, поможет. Что еще мы можем получить? Например, на Пентакаме можно посмотреть на карте Holder Report, можно посмотреть рефракционные изменения, но это предполагаемое рефракционное изменение, и оно тоже супер-супер неточное. Очень много исследований, которые сравнивают точность расчета различных, точность формул для расчета интеракулярной линзы после рефракционных операций. Я в своей практике пользуюсь формулой Barrett-Trukey, формулой Masked, которая имеет наименьший разброс. Эти формулы доступны на оптических биометрах, они доступны на сайте. Если вы будете пользоваться Barrett, то советую с этого сайта брать, там она обновляется чаще и быстрее. Вот пример пациентки, которая вчера приходила, пациентка после лазерной коррекции зрения по поводу миопии высокой степени. Это, опять же, возвращаясь к данным рефракции, можем ли мы их использовать для расчета сегодня. Мы сделали ей биометрию на Ленстаре. Мы отмечаем, что это будет нестандартная биометрия, это после рефракционной пациенты, миопии высокой степени, видим длину глаза. И здесь есть несколько полей, которые нам предлагают ввести данные перед коррекцией и текущей, после коррекции, какая острота зрения была. Откуда нам эти данные брать? Из той выписки, которую я показывал, или данные сегодняшние, где пациент после лазерной коррекции по поводу миопии высокой степени приходит к нам с миопизирующей катарактой. Поможет нам эти данные? Нет, конечно. Поэтому я всегда в расчетах использую формулы, которые не запрашивают исторические данные. Я считаю, что лучше ничего не ввести, чем ввести что-то неточное. Мы в заключении. Современное оснащение позволяет нам проводить мультимодальную диагностику, использовать разные диагностические параметры и создавать некий диагностический архив пациента. В проведение оптической биометрии должно входить стандарт обследования пациента с любыми видами рефракционных нарушений на любых этапах, желательно в каждый визит. Несмотря на наличие большого количества информации о рефракционном статусе пациента по этому рефракционному архиву, в ряде случаев все равно остается сложность принятия диагностических решений, как, например, в случае расчета эндрокулярной линз после керторефракционных операций. У меня на этом все. Спасибо. Спасибо большое. Какие-то вопросы, комментарии? Так все-таки, я так понимаю, биометрический паспорт не очень нужен? Да, у кого вопрос? Отлично. Ну я так... Каждый понял то, что ты понял. Я лично поняла, что он нужен. Потому что наличие информации лучше, чем ее отсутствие. Выводы все делают сами. Я просто предоставил информацию. Прекрасно. Александр Владимирович, огромное спасибо за очень интересное сообщение. И в связи с этим, потому что это очень важная проблема, просто ей тоже плотно приходится заниматься. Вопрос в следующем. У нас есть возможность измерить в том числе напрямую и заднюю поверхность роговицы. Есть метод трассировки лучей Акуликс, который можно использовать, и который учитывает эти параметры. Из-за этого два вопроса. Используете ли его вы? И, в принципе, при подборе ортокератологических линз оценивается ли как-то динамика задней поверхности роговицы? Спасибо. Ну, я подбором ортокератологических линз не занимаюсь, но если у докторов возникают вопросы по задней поверхности роговицы у пациентов подросткового возраста, то, конечно, они обращаются ко мне, и мы оцениваем их. Естественно, у всех пациентов молодых, если есть какие-то аномалии на задней поверхности роговицы, мы сразу подозреваем то, что не нужно произносить вслух в офтокератологическом сообществе, кератоконус. Конечно, мы оцениваем. Что касается задней поверхности роговицы и расчета хрусталика, когда мы обследуем пациента после кераторефракционной операции, естественно, мы используем различные методы, различные способы. И тут вопрос, какую точность мы ожидаем. У нас нет никаких иллюзий, что мы будем попадать в 100% случаев. И анализ больших данных показывает, что после рефракционных операций попадание в плюс-минус 0,5 диоптери лишь в 50% происходит. А что там говорить? После обычных операций в 75%. Поэтому у нас есть много возможностей изучить роговицы, но мы не знаем, что дальше с этим делать. Нет идеальных методов. Спасибо за ответ. Может быть, все-таки подскажут коллеги, кто линзами занимается по задней поверхности, как это ведет себя в динамике, потому что действительно кератотопографов с разным функционалом появляется все больше и больше. И совершенствуют технологии. Возможно, мы сейчас будем набирать те данные, которые через 5-10 лет решат эту проблему с диагностикой и подбором хрусталиков уже у этих же пациентов в старшем возрасте, обладая полностью всеми данными. Данные такие уже есть. Ничего здесь нового я не скажу. Изменения по задней поверхности, значимых не происходит. Мы в клинике используем и пентакам, и кератограф. То есть мы смотрим и переднюю, и заднюю поверхность. Значимых изменений на фоне ношения ортолинз в норме, я оговорюсь, не происходит. Если, конечно, у пациента есть генетическая предрасположенность к развитию кератоконуса, но он, естественно, как бы разовьется независимо от того, пользуется пациент значными линзами или нет. Если пациент не имеет такой проблемы, то задняя поверхность не меняется. Меняется передняя поверхность, потому что мы меняем эпители. Меняются там субэпителиальные слои, там как бы меняется сход нервных волокон и так далее. Но задняя поверхность нет. А мне вот тоже вопрос пришел сейчас на ум. Мы знаем, что один из факторов риска развития кератоконуса является, так сказать, мацерация, поверхностная травматизация. Может ли ношение ночью линзы жесткой явиться вот таким вот, не знаю, провоцирующим фактором в развитии? Если вопрос может, мы не знаем ответа. Вопрос может ли это быть. Но если это в реальной жизни, в реальной жизни этого не происходит. Ну, то есть, имея огромное количество пациентов, сейчас, имея возможность оценивать заднюю поверхность, мы, конечно, такие вещи можем увидеть заранее. Но здесь тщательный анамнез семейный. Реакция самой роговицы, в принципе, если пациент имеет кератоконус, то реакция самой роговицы, она тоже будет не всегда, так скажем, прогнозируемой и адекватной. Если есть какие-то сомнения, и роговица реагирует не так, как мы планируем у ортокератологи, то, на мой взгляд, лучше отказаться от этого метода и предложить другие. Галина Владимировна, а вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, самый ваш возрастной пациент, который носил ортолинзы, у вас есть уже такие пациенты, которым имплантируют хрусталики? Ну, наверное, мой самый возрастной, это лично я. Но я пока еще не готова к заменению Сталика. Ну, а может быть, из опыта литературы? Из литературы? Я не понимаю, в чем проблема? Но есть пациент, например, которому 60, который носил ортолинзы. Я думаю, что за рубежом наверняка такие есть, как минимум оптометристы, которые являются пионерами, фанатами и так далее. Они же еще с прошлого века этим занимаются. Но я думаю, прекрасно отменяют отношение ортолинз, делают рефракционную операцию. Я не думаю, что у них возникли из этого какие-то сложности. Я тоже не думаю. Те же принципы? Да, абсолютно. Спасибо за ответ. Маленький еще вопрос. А может быть, стоит у пациентов еще спрашивать, не хотят ли они сделать в перспективе лазерную коррекцию, и, возможно, тогда их биометрический паспорт дополнять, кроме как оптической биометрии, еще и регулярным выполнением топографии с оценкой задней поверхности? Так они выполняются? Так мы выполняем? Всем. Ну, задняя поверхность, конечно, есть не во всех кабинетах оптиках, делать заднюю поверхность. Но в любом случае, прежде чем к вам придет пациент, вы же сделаете топографию задней поверхности. Я думаю, что мы вам ничего нового не дадим, никакой информации. Потому что та же роговица с возрастом, если брать пациента с кератоконусом, она будет меняться в динамике. Вы это увидите. Мы сами увидим, что что-то пошло не так. И направим к вам на пентакам. Спасибо. Другой момент. Просто насколько можно доверять бумажкам? Бумажкам? Я поняла, что... Никому доверять нельзя всем. Нет, нет, нет. Смотря каким бумажкам? Если вот этой бумажке с прибора, тогда можно доверять. Это должно быть как-то... Объективная бумажка. Вот субъективной бумажки не надо. Вот я хотела сказать. Я сегодня видела в докладах скриншоты протокола, которым мы обучаем ортокератологов. И это было потрясающее для меня ощущение, потому что я видела, как прекрасно заполнены протоколы, все данные. Какая была рефракция до, какая кератометрия до. То есть это не в чеках, которые выцветут со временем и исчезнут. Все данные по топографии, включая кератометрию и эксцентристет, все это сохранено, все это будет вам передано в будущем, и вы можете этим воспользоваться. Снежана Игоревна, респект. Спасибо большое. Спасибо. Но чем больше данных мы заполняем вручную, тем легче ошибиться в одной циферке. Ошибка в одной циферке может привести к потальной проблеме. Когда статистически мы перепроверяем, она может вылезти. Да, мы это заметили, когда массово рассчитываем на каком-то новом калькуляторе, который только появился онлайн, скажем, и не интегрирован в оптический биометр. И вот при переносе этих биометрических данных с бумаги на компьютер с разного расклада клавиатуры, вот тут возникают проблемы, здесь надо быть очень внимательным. Согласна. Так, ну что? Окей, у нас еще есть немножко времени. У нас еще есть время, мы молодцы. У нас на самом деле время еще 10 минут. Добрый день, Кемерово, клиника «Хорошее зрение». Хотела уточнить, какие от стажа ортокератологических линз, какое время вы закладываете, если пациент принял решение сделать фемтосекундный лазер, то есть лазерную коррекцию, какое время без ортолинз он должен находиться до лазерной коррекции? Ну мы как раз это и обсуждали практически предыдущие полчаса. Мы рекомендуем сделать перерыв на год. Независимо от стажа, стаж может у пациента быть разным. Он может 2 года носить ортолинз, а может носить 6. Значит, даже если он носил год. Даже если год, то год. Лично я рекомендую, чтобы было все, как говорится, 7 раз отмерено, у нас все спокойно с аксиальной длиной, у нас есть идеальные топограммы. Хирурги считают, что у вас 6 месяцев достаточно. Может быть, может быть. Если у вас 2 одинаковые топограммы, если у вас стабильная биометрия, если у вас прекрасная глазная поверхность, ну, наверное, год можно не ждать. И что же этот несчастный будет делать год? Представляете, человек, который не хотел носить очки, вы его год обрекаете носить очки? Я скажу. Поменяет клинику. И придет туда за вторым мнением, где его спокойно прооперируют. Вот так и произойдет. Год не будет. Человек не выдержит год. Давайте мы встретимся через год и обсудим, вернемся к этому вопросу. Отлично. Спасибо огромное. Время покажет. Спасибо за тайминг.